Татьянин день или день российского студента отметили учащиеся и преподаватели во всех вузах Крымского полуострова. 25 января для молодых людей дата особенная, так как традиционно совпадает и с концом зимней сессии, и с началом семестровых каникул. В столице Крыма в этот день студенты проводили дружеские соревнования и капустники. Заканчивали праздновать день Татьяны необычной межвузовской вечеринкой с катанием на ледовых коньках. Но прежде посоревновались в остроумии с одной из крымских газет. Изюминкой соревнований, которые крымская редакция комсомолки провела среди учащихся крупнейших вузов столицы, стали непредсказуемые конкурсы и задания. Традиционным исполнением песен и танцев ограничиваться не стали. По заданию акул-пера студенты на скорость писали как курица лапой, устраивали командные опускалки и рисовали картины блинами. Что для студента главное? Уметь быстро нарезать бутерброд, из ничего сварить кашу, чтобы перекусить что-нибудь, написать быстро самую емкую шпаргалку. Вот такие небольшие конкурсы, которые подняли бы им настроение. Для этого мы сегодня здесь и собрались. Поддержать команду студентов Аграрного университета на соревнования пришел и сам его директор Сергей Додонов. Доброе напутствие, по его мнению, залог успеха и хорошего настроения. А вот сесть зерно раздора, настраивая на победу только своих, ни к чему, уверен руководитель вуза. Самое главное, скажу, чтобы они понимали друг друга. И мелкие, если будут какие-то недочеты, не надо обращать внимания. Надо получать настроение или как получать удовольствие правильно от того, что ты делаешь. Если ты веришь в это, если ты делаешь, что ты душой, у тебя все получится. Выступление студентов поддержали еще и общественники. С их стороны был заявлен главный приз – посещение престижного столичного спортзала. Победитель получит сертификат на 5000 рублей. Команда из состава 5 человек. Каждому человеку по 1000 рублей. Поход в спортзал. Участники соревнований уверены, за победу команды и родного вуза бороться нужно всегда. А вот в крайности соперничества впадать не стоит. Потому что общаться со своим оппонентом всегда выгоднее и легче, чем враждовать. Надо сплочать как-то наши крымские вузы, чтобы не было каких-либо междоусобных войн. Я считаю, что это очень правильно – сплотить студентов с разных вузов. Тем более, в такой день, сегодня день студента. Надеемся получить массовые впечатления положительных. К вечеру празднования Дня Татьяны перенеслись в район Симферопольского ледового катка, где студенты КФУ организовали вечеринку с катанием на коньках. Особое оживление публики вызвало появление самого ректора Крымского федерального университета Сергея Дунича. Конечно, задача сегодня всех преподавателей, всех студентов – выйти на федеральные государственные общероссийские стандарты. Есть программа развития на пять лет утвержденная. Студенческая вечеринка завершилась массовым катанием на льду всех ее гостей и участников. Получилось непредсказуемо и забавно. Кто-то уже катался, а кто-то еще нет. Каждый приспосабливается к покрытию как может и одинаково боится первых, самых трудных минут знакомства с катком. День студента, день Татьяны, поздравляю с студентами Татьяна. Я второй раз только на коньках, поэтому я вообще ничего не умею. Сегодня второй раз на коньках сегодня, но уже удачно. Хочу дальше ходить кататься, мне очень нравится. Вообще умею кататься, но давно не вставала на коньках, и сейчас вроде нормально. Для всех участников этого студенческого праздника вечер стал поистине настоящим открытием. Многие из них, как и я, сегодня впервые встали на лед. И справедливости ради стоит добавить. Ощущения и правда ни с чем не сравнимые. Егор Петрунин, Алексей Романов. Время новостей.